В молитве 19 дня читаем Господи, увеличь мою долю из благодати этого месяца. Какими бывают благодати Рамадана? Их много. В качестве примера я отмечу несколько. Одна из благодатей Рамадана — это покаяние и принятие покаяния. Всевышний говорит в Коране «О мои правоверные рабы, кайтесь перед Господом чистым покаянием». Есть надежда, что посредством вашего искреннего покаяния Аллах простит вам ваши грехи и введет вас в райские сады. Посмотрите, какое это покаяние — великое благо. Это одна из благодатей этого месяца. Посредством покаяния человек может достигнуть рая. Искренним покаянием человек, если он не вернется к прежним грехам, станет любимцем Бога. Покаяние является такой благодатью. Аллах говорит Всевышний любит кающихся. Вторая благодать этого месяца — это чтение Коран. Господь говорит Рамадан — это месяц, в котором не спослан Коран. Это означает, что этот месяц является месяцем оживления Коран. Это месяц общения с Кораном. Месяц чтения Коран. Наш дорогой пророк говорит Я рекомендую вам читать Коран. Чтение Корана, особенно в этом месяце, очищает грехи человека, прощает ему его грехи. Чтение Корана создает щит между человеком и огнем гиенны и спасает от гнева Аллаха. В продолжении молитвы читаем Господи, облегчи мой путь в этом месяце к благим деяниям. Это значит, что для совершения благих деяний человек нуждается в помощи Аллаха. Если не будет помощи от Господа, то человек будет лишен благодеяний. Он не сможет совершать хороших поступков. Хадис от имама Садика, алейхиссалям, гласит «Знайте, что в каждом отмененном благодеянии есть рука дьявола. Шайтан своим наущением отдаляет от сына человеческого решение о благодеянии, отменяет эти поступки. Посему в молитве сегодняшнего дня мы читаем «Господи, облегчи мой путь к благодеянию». В продолжении молитвы мы читаем «Господи, не лишай меня в этом месяце принятия добрых поступков. Человек может быть лишен даже принятия благодеяния». Это происходит, когда между человеком и Богом возникает барьер из-за его прегрешений, которые он совершал в своей жизни. И человек теряет способность принимать добрые дела. И в конце молитвы мы читаем «О, явно наставляющий к истине Господь, да примет Всевышний наше поклонение и богослужение, особенно в этом месяце».